здравствуйте друзья среда сегодня среда еду я на работу около десяти часов утра пасмурно немножко так немножко пасмурно это позволяет мне смотреть на вас камеру повернуть в эту сторону то что обычно солнце вот оттуда она следит о чем мы поговорим сегодня это рабочая виза h1b и и не только поскольку там есть еще скажем виза или 1 да вот такие то что скажем в категории рабочая виза вот так можно сказать у нас на канале много всяких спекуляций я уже вижу и каждый день мне люди присылают какие-то ссылки на какие-то источники говорят прокомментируйте тут уже некоторые совсем вообще не поняли не слышали нигде звон ни о чем что такое там говорят и с одной стороны у меня как бы некоторые нежелание говорить на тему по которой нет ясности понимаете с другой стороны уже поскольку пошло вот это вот шебрушение то может быть надо на том этапе на котором мы находимся внести ту ясность которую можно внести так скажем значит история такая два процесса идут параллельно процесс первый у нас теперь страна управляется декретами президентскими и вот говорят что есть вот некий проект декрета и проект как бы утечка была тому проекту черновику так сказать вот и он где-то там вот циркулирует и опубликованные все что-то там люди обсуждают где-то ну те кому интересно обсуждать то чего в проекте как бы второй процесс состоит в том что у нас уже три законопроекта поданы в нижней палате парламента наша в палате представителей конгресса сша и так или иначе они относятся вот к этому ко всему поэтому как бы два процесса чтобы мы понимали как система работает президентский указ функционирует ровно в той мере в какой нет последующего законодательства которое меняет что-то если выходит закон то закон тем самым как бы отменяет действие указа и президент он не издает законы президент исполняет законы но вот этими указами он как бы включается в эту законотворческую деятельность в то время когда закона нет вот допустим чего-то надо и в общем как бы срочно надо ну или бывает не так срочно но как бы нет смысла там гонять все это через конгресс как бы такие ситуации тоже бывают вообще президенты издают много вот этих указов это не не то чтобы издать издание указов и необычная деятельность обаму ругали что он там вот указами правит в тех ситуациях где конгресс был заблокирован вот как бы они не могли договориться собственно республиканцы по очень многим вопросам поскольку мы даже на повестку дня ставить не будем валить отсюда поэтому как бы был такой открытый саботаж повестки дня которые президент пытался там конгрессу предложить и тогда он у него же выхода не было он вас к этому нет и нет да ну а мог сказать ну тогда и декреты сдам вот его ругали за то что декреты он издавал вот как бы вместо того чтобы как-то умудриться провести через через конгресс то есть говорят не смог через конгресс а теперь вот закон этими декретами правит это как бы соотношение декрета и закона вот мы об этом говорю значит поэтому я я считаю что гораздо существеннее то что в конгрессе есть законопроекты потому что это то как система будет работать в долгосрочном таком плане а если сегодня вот вдруг возьмут и опубликуют этот самый декрет собирались в понедельник но там такая буча возникла с другими делами что как-то они без этого пока буча возникла буча нарастает там какая-то уже чуть-чуть ли не конституционный кризис такой намечается но это мы сейчас не трогал и вот что предлагает президент согласно отыскать его команда согласно проекту и что предлагают люди которые там всякими законопроектами и собственно и в чем в чем цель да давайте мы немножко из истории виза h1b появилась в том виде как мы и сегодня знаем это году 89 в конце в конце 80 и поначалу она не была популярна никто толком не понял что там произошло потому что она существовал и раньше но была не привлекательной потому что она не давала как бы выход на гринкарту и так далее какая-то какая-то была но какая-то такая а тут ее поменяли сначала не очень заметили люди а потом начали замечать потом стали больше замечать поэтому схватились за нее и так далее все это в 90 уже происходило и когда принимали закон в этот вот меняли его восемь с девятом году сказали минимальная оплата по визе и чать и ч 1b должна быть 60 тысяч долларов я хочу сказать что 60 тысяч долларов восемь с девятом году если мы посмотрим на айтишников например да вот я я работал но я начал работать не восемь с девятым в девяносто втором например значит 60 тысяч в это время получал вот первая компания в которую я пришел в девяносто втором году там был мужик он получал шестьдесят две тысячи ему было лет 40 он был phd по компьютер сайт вот его взяли на 62 тысячи вот такое было состояние то есть 60 тысяч это были чудовищные деньги чудовищные это как ну даже я не знаю сейчас 150 не такие чудовищные сейчас 150 у тех там с пятью годами экспириенса phd ему не надо там 27 лет или там даже 26 он уже получает 150 я не надо чем сравнить 200 вот такого плана и и так сумма оставалась 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 там как бы да вот и и до сегодняшнего дня она 60 тонкость состоит в том что ощущение такое что как бы это игнорировалась вот эти 60 тысяч как бы игнорировались я видел например лично знаю женщину которая приехала с мужем который был page 1b она имеет высшее образование как педагог дошкольных учебных заведений и ее взяли в русские садики вот мы там познакомились значит в русский садик и и взяли на page 1b и платили 18 долларов в час например то есть какие там 60 тысяч там даже понимаете да значит есть много других примеров когда как конечно вот этот вот привели нквич в основном соблюдался то есть адвокат запрашивает там в каунте где это должна работа происходить скажем у нас тут санта-клара каунте адвокат запрашивает в этом квартале у нас какая привели нквич и он говорит вот у нас есть software девелопер допустим там девяносто пять тысяч компьютер программы там допустим на 82 а там еще что-нибудь вот ну и допустим я как работодатель говорит а еще давай вот давай его будем оформлять как компьютер программе например и вот там и дальше как-то это все закручивать но но мы пришли в сегодняшний день и в сегодняшнем дне у нас очень много айтишных таких бодишопов так можно назвать есть причем мощнейшие три из них крупнейшие это тата консалтанс из индии тата випро и какой там у них 3 in infosys так вот значит они везут просто там десятками тысяч и когда сравниваешь есть картинки графики сейчас публикуют идет обсуждение вот публикуют графики кто как платит своим сотрудникам выясняется что индийские консалтеры в основном везут народ вот в нижней части спектра то есть существенная доля очень существенная доля этих людей получает вот там 60 тысяч там ну немного 60 там 70 вот они в основном там а если вы посмотрите как платят например там большие компании которые нанимают microsoft там google facebook то вы видите что там совсем совсем другие деньги платят но вот так грубо говоря вдвое буквально поэтому мысль людей которые говорят нефига занимать рабочие места которые могли бы занять американцы так такая мысль значит если это какой-то супер дюпер там крутой там и так далее вопросов нет привози на здоровье но как бы лучших из лучших и вот это вот лучших из лучших было заложено в закон об h1b в восемьдесят девятом году лучших из лучших вот это 60 тысяч это это оно и было ну а дальше она превратилась непонятно чего и вот в денежном отношении и в качестве того что они привозят поэтому да мы знаем еще что есть некоторые как сказать злоупотребление да со стороны вот этих индийских консалтинговых учреждений не взять на индийских не то не только индийских но в основном индийских когда они делают много заявок на одного человека у них может быть несколько крыш таких как бы из-за которых они работают я знаю людей там на которых он приходит в одно место разговаривать дальше на него делают там пять заявок а еще ему говорят а ты оплати из своих потому что это же мы для тебя делаем то нам-то это чё желающих оплатить за все пять очень много то есть как бы нет проблем с этим и вот перегружена система то есть ощущение такое что там реально двести сорок тысяч там они хотели нанять людей на самом деле там их может быть было существенно меньше но вот этот бардак надо было как-то с ним побороться и вроде бы у нас восемьдесят пять тысяч там квота на шестьдесят пять тысяч на на всех плюс двадцать тысяч там на мастеров полученных сша значит восемьдесят пять тысяч и говорят что мало вот давайте увеличим там все были предложения увеличить а нынешний подход вот современный он такой он говорит да не надо увеличивать просто планку поднять и она сама таскать лишний отпадет вот поэтому и законопроекты которые там поданы уже и тот проект который администрация хотела вот пока мы не видели еще декрета но может быть появится они все вот из этой логики из этой философии сходили я я почему об этом говорю потому что и те и другие в общем-то в одном русле пытаются решать вопрос но есть тонкость тонкости например вот есть виза h1b и есть виза л-1 л-1 и по визе и л-1 например нет ограничения снизу зарплаты то есть у вас человека по или один привозь перевести и платить ему мало тем самым явно но как бы не создавая возможности для местных работников который которого за так мало вот то есть он может пошел бы но ты оттуда везешь а место может быть надо дороже я не знаю ночью как бы считается что это не очень хорошо кроме того есть вещь я не знаю насколько это найдет отражение в законопроектах и во всех этих делах могут быть процессе обсуждения на проектах это вылезет но по визе или один или один например супруга может работать супруг супруга могут работать а по визе речь банки уже нет кроме того там вообще как бы в более широком смысле наезд готовился не только на визу h1b но и на на программу на work and travel и на джейман и на студентов которые проекте администрации это было значит и на студентов тоже смотрите вот как как идет машина давайте вам покажу идет 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 транспортное средство и за ним идет вот такой мигает мини-венчик на нем написано оверсайз лоуд то есть крупный груз какой-то превышающие размеры не знаю чего оверсайз лоуд вот так они едут дайте я буду продолжать в таком положении так значит ой не обгоняют так вот проект администрации предусматривал лишение возможности работать например девочек там на их форму членов семьи на их фор сейчас у них есть такая возможность это называется фор и иди им пламент ассоцией шин документ то есть пока они там получат свою грин карту но на пути как бы так на пути вот если вы помните был такой анекдот как спрашивают там брежнева что же такое вот уже там 70 лет уже коммунизм и ну там 70 50 лет идем коммунизм а все с едой проблемы этот гитая а в дороге кормить никто не обещал говорит он вот здесь было примерно то же самое но вот обама решил подкормить и разрешил вот вот эту историю но сейчас хотят у них забрать типа они вот там чита рабочие места сожрали вообще мне это немножко знаете странно потому что работы сколько хочешь не то чтобы эти девочки у кого-то там работу отняли даже не знаю что сказать то есть если бы например был кризис какой-то в стране и сказали бы но вот временно там на год мы там приостанавливаем а через год посмотрим то есть я бы это понял но вот так чтобы когда работы много людей не хватает чтобы их ограничивать я не знаю как ночью там был была такая позиция я не то что критикую потому что еще ничего не принято а критиковать мы будем когда сформулируют то что там будет написано я поэтому не стремился так заранее то есть когда какая-то вещь циркулирует там много советчиков и может быть ну должно так быть чтобы улучшалась я думаю что когда дойдет до конгресса и будет закон то будет там намного симпатичнее все это очень интересный законопроект вот прямо тут из кремниевой долины идет хотя на самом деле там там два человека там одна женщина из палаты представителей из кремниевой долины и там еще она демократка есть еще республиканец один тоже тоже из калифорнии он присоединился короче там проект такой как бы намного более либеральный я бы сказал то есть с одной стороны они хотят предложить систему кто больше заплатил да то есть аукцион такой вот не надо лотереи никакой кто получит кто получит человека в условиях когда заявок больше чем мест получит тот кто большую зарплату предлагает в этом случае конечно выигрывают компании американские компании просто сотрут в порошок все эти консалтинги которые не доплачивают существенно вот этим людям им платят намного меньше рыночной цены вот но дальше там еще есть в этом законопроекте есть значит квота 20 процентов от всех виз чтобы были на стартапы и на маленькие компании чтобы не получилось что их оттеснят большие то есть грубо говоря соревноваться деньгами маленькие компании и стартапы будут в своей категории вот этих 20 процентов они с майкрософтом гуглом там амазоном и так далее а то есть у них как бы свой свой конкурс денежный и там же предусматривается что выпускники которые закончили американские университеты иностранцы чтобы им сразу двигать на грин карту а не получать всякие там вот эти вот рабочие визы там и так далее чтобы они могли сразу сразу двигать на грин карту это очень серьезная как бы облегчение ситуации я считаю и это должно кардинально повысить привлекательность американских университетов для иностранных студентов да это фактически если ты заканчиваешь университете грин карту дают это в общем-то очень и очень здорово то что там предложено ну не знаю как дальше пойдет как это с терроризмом совместить я тоже не знаю вот допустим приехал террорист отучился в университете очень пусть они разбираются я чек маленький просто рассказываю да ну давайте отмочи снова к себе туда обращу просто ничего не происходит больше на дороге да будем ждать и вообще дело в том что общая ситуация как бы вот которая складывается сейчас на старая неделя как новый президент заступил пост вот в пятницу будет пятницу да будет две недели и как бы началось все с каких-то обострений и все-таки политика это никогда говорят либо ты делаешь так как я либо я тебе выкручу руки ноги я и оторву что-нибудь тоже все-таки вот в этом искусство политики понимаете когда люди умеют договариваться вот а мы этого не видим сейчас то есть мы и раньше много не видели но так как сейчас это как бы обострение того что и раньше мы не видели пойти то есть как бы схуже стало с тем чтобы договариваться при том что безусловно если вы посмотрите на сенаторов ну или там опытных конгрессменов в широком смысле это конечно большие мастера компромиссов там и так далее это люди которые целыми днями сидят там договариваются обговариваются и так далее и они болезненно реагируют когда им говорят значит будешь делать так они готовят почему потому что или ты делаешь так или мы сейчас чем-то оторвем и это как бы кардинально противоречит их представлению о жизни о законах и так далее и в общем и вот вот сейчас в бэкграунде нашего разговора сейчас происходит такая схватка на этой почве мы посмотрим я не знаю мы как будем надеяться на лучшее но но в принципе законы о рабочих визах так скажем вообще иммиграционные законы в общем-то в значительной части своей значить я не скажу во всем но в значительной части это законы которые имеют поддержку и слева и справа поэтому как бы есть хорошая есть уверенность что это более-менее пойдет нормально то есть в отличие может быть от каких-то других дел вот это пойдет ничего так что вот хочу выразить уверенность такое это не только по инди стукнет но и мы знаем что много наших соотечественников приезжают по L1 и по H1B через крупных таких консалтеров как например IBAM Люфтсофт там я не знаю Билхарт ну то есть есть какие-то организации которые много народу везут тоже ну скажем так из Беларуси, Украины, там Российской Федерации поэтому эта тема наверное интересна какому-то количеству людей не только тем кто думает о Гринкард лотереи или там политическом убежище поэтому вот мы об этом и поговорили но еще раз моя задача была не в том чтобы сказать как будет потому что я не знаю и никто не знает если вам кто-то скажет что он знает это абсолютно ерунда никто не знает вот но во всяком случае вот циркулирует вот такие значит там проекты законопроекты там еще есть много деталей я просто не хочу вам голову заморачивать поскольку это не имеет отношения как бы к тому интересу который наша аудитория выражает в этом вопросе как бы да поэтому мы вот на этом месте и остановимся счастливо и я отправляюсь на работу а 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 Продолжение следует...